всем привет сегодня у нас рубрика гости на пороге готовим яблоки в тесте очень все просто рецепт не дюкановский но очень быстро очень вкусные вы побалуете утром пораньше встали девочки сделали вкусный этот завтрак и порадовали своих близких воскресное такое осеннее утро тут и корица тут и яблоки аромат потрясающий вкусно необыкновенно угостила на днях свою соседку португалку она сказала это ананас в общем очень-очень вкусно так что нам для этого понадобится ночной берем одно яйцо вот ставите чайник и начинаем не показалось что там крошка у меня там маленький маленький осколок скорлупы намочили палец воде и без проблем вынимаем вот так все так яйцо берем венчик так чуть-чуть взбиваем яйцо так знаете размешать добавляем соль соли примерно одна восьмая чайной ложки вот так перемешали вот я частенько слышу какие-то рецепты кондитерские сладкие не добавляю соль надо добавлять всегда так теперь сюда мы высыпаем муку муки у меня здесь 100 грамм делаю я в общем-то пол порции там на одно яблоко если бы большая семья и вы любите покушать сделайте все в двойной норме то есть 2 яйца 200 грамм муки так сюда примерно пол чайной ложки разрыхлителя перемешиваем и 75 миллилитров молока все тесто в этот не это не тесто девочки это кляр все нужно взболтать перемешать до однородной массы никаких комочков чтобы когда вы будете выпекать вот эти комочки они останутся кусочком муки мальчик кто у нас один мальчик два мальчика ребята смотрят поэтому ну по привычке что кому я объясняю в основном девчонкам всем всем конечно девочки мальчики мужчины он мне сказал в 25 лет что в 50 я буду говорить девочки мальчики так все тесто готово теперь нам нужно взять яблоко яблоко возьмите знаете такое рыхлое ну вот ну не жесткая зеленая такое вот кислое а вот достаточно такое рыхло это яблоко нужно почистить от кожуры от сердцевины вот вам понадобится вот что-то вот похоже это наконечник от шприца вот для крема вот чтобы вырезать серединку значит режем вот от начиная от вот в общем вот так примерно знаете 4 миллиметра 5 много вот примерно 4 вот так теперь вот этой штучкой вот эту сердцевинку нужно удалить вот получилось такой не очень ровно но и так такое яблоко и все значит сердцевинки нужно удалить вот так вот раз и готово вот так вот такое должно быть яблоко а наверное поэтому она спуталась ананасом так здесь у меня две столовые ложки сахара и добавлю сюда корицы корицу по вкусу я ну я не знаю даже сколько я положу четверть половинку а где у меня корица слишком не увлекайтесь все перемешиваем тщательно чтобы вот все все было равномерно распределено сковородку ставим на огонь огонь должен быть меньше половины не сильно невысокий огонь потому что начнет гореть и ничего не прожарится где-то вот на пятерочки из 10 сковорода нагревается наливаем туда щедро масло девочки предупреждала рецепт нет дюкановский это пир это вот на пир так чтобы вот ну пол стакана растительного масла мы налили ждем пока немножко нагреется масло берем яблоко вилочкой вот так аккуратненько с двух сторон обмакиваем сахаре с корицей чуть-чуть нули дальше в кляр с двух сторон и на сковородку раз они получаются эти такие пышненькие вкусненькие очень такой завтрак вообще воскресную такой знаете чают мы тут пьем в пять часов вечера чая иногда соседями очень такое лакомство так смотрим видите поджарилась переворачиваем и так все наши яблочки согласитесь выглядит уже аппетитно аромат стоит потрясающе тем временем пока у меня выпекаются яблоки хлебушек испекся есть у меня рецепт это на закваски это без дрожжей абсолютно абсолютно вкусные вот дарницкий хлеб вот самый такой настоящий лёша ссылку оставит яблочки наши приготовились снимаем с салфеточкой на салфеточку чайник мы уже поставили сейчас яблоки остынут ну вот это вот яблочки я бы еще перевернула пусть зарумянится и вот такой замечательный завтрак очень вкусный вот так вот выглядит это внутри всем приятного аппетита хорошей вам осенью всем пока